Вот две трубы, горячей и холодной воды только заменить, и канализационную трубу заменить, и все проблемы. Все проблемы этого общежития не пересказать. Вот это санузел, которым пользуются сотни жителей. А вот так выглядят стены. Тут принято ни в коем случае на них не прислоняться, потому как от сырости они попросту могут обвалиться. Общежитие 83-го года постройки было приватизировано несколько десятилетий назад, но, как видно, здесь ремонт ни разу не проводился. Стены покрыты плесенью, штукатурка отваливается, и в подъезде стоит жуткая сырость. Жители рассказывают, долгов перед услугодателями не имеют. Напротив, якобы сдавали деньги на капремонт коммуникаций. Однако ввоз и ныне там. Винят во всем люди местной КСК. ПК, АСУ отдельно составили сметку, что будет делать капитальный ремонт, заменить все трубы, которые здесь. На какую сумму? Миллион триста тринадцать тысяч пятьсот деньги. Каждая квартира по шесть тысяч должны платить. Люди платили, по квитанции заплатили, но ничего абсолютно не делали. Месяц проходит, уже в следующий год, уже 2017, весна проходит, лето проходит, ничего не делается. Подстанция, от которой питается дом номер 13, должна была быть передана баланс АО АЖК. Однако, как выяснилось, она находится, суподрядчиком является ПКСК АСУ. Мы выяснили, что ПКСК АСУ имеет долги перед АО АЖК. Вот эти вот долги, они раскладываются любыми способами на добропорядочных платильщиков. Каким образом? А любым способом, вот, например, может к вам прийти электрик и написать, что у вас появился долг в 100 киловатт за один день. Но это где-то две тысячи, и расчет на то, что человек за две тысячи в суд не пойдет. Жители признаются, воспользоваться программой «Ветхое жилье» им предлагали. Даже СМИ это готово. По подсчетам людей, согласно ПСД, вдохнуть новую жизнь в старое общежитие обойдется в 50 миллионов тенге. То есть по 120 тысяч тенге с каждой квартиры, которую выплачивать придется на протяжении 15 лет. Из-за того, что дом очень старый, все коммуникации находятся в аварийном состоянии. Электропроводки, трубы, необходимый ремонт. С тех пор, как там работает ПКСК АСУ, 30% проблем решились. Но отремонтировать полностью многоэтажку не удается возможным, так как большинство жителей – квартиранты. Мы на протяжении двух лет проводим переговоры с людьми, предлагали им воспользоваться программой «Ветхое жилье», но согласия большинство еще не дали. В результате люди решили отказаться от ПКСК и подали на него в суд. Председатель от комментариев отказался до вынесения решения Эфемиды. Куда делась сумма, которую 240 жильцов сдали на ремонт, до сих пор неизвестна. Жанна Хабдулхабар, Валерий Таубалдеев, телеканал Алматы. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова